Самый ужасный год в России был 1918. Хуже его был только 1919. Михаил Афанасьевич Булгаков В 1919 году началась самая активная фаза гражданской войны в России. До этого в 1918 году большевикам удалось закрепиться в центральной России, но на окраинах бывшей империи начали формироваться национальные силы, готовящие свои наступления на большевиков. В Сибири в результате восстания Чехословакского корпуса образовалась Восточная Белая Армия под диктатурой Александра Васильевича Колчака, принявшего звание Верховного Правителя России. На Дону, Кубани и Украине развернулась добровольческая армия Антона Ивановича Деникина. В привалтийских странах также шли ожесточенные бои. Про Чехословакский корпус и Украинскую Народную Республику уже выходили ролики, ссылки на них будут в описании. 28 января 1919 года началась необъявленная Советско-Польская война, а в ходе которой большевистское руководство и правительство Юзефа Клеменса Пилсуского попытались решить назревшие территориальные вопросы. Но перед этим небольшая историческая справка. С 1815 года Польша являлась частью Российской империи. В ходе Первой мировой войны эти территории были оккупированы немецкими и астро-венгерскими войсками, которые, ради того, чтобы добиться поддержки местного населения, объявили Польшу формально независимым государством. Петроградское временное правительство, возглавляемое Александром Федоровичем Керенским, также обратилось к польскому руководству, предложив независимость на русских условиях, проведение границы по этнографическому признаку, то есть передачу больше Галиции и Силезии, а также заключение мира с Россией. Внешнюю политику временного правительства частично продолжил и Владимир Ильич Ленин. Одним из первых мероприятий большевиков после Октябрьской революции было подписание в конце 1917 года нескольких декретов, даровавших независимость многим территориям, некогда входившим в состав Российской империи. Число новообразованных независимых стран входили Финляндия, Польша, Украина и Беларусь. Разумеется, при условии установления коммунистического строя, но тем не менее. До подписания Версальского мирного договора, окончившего Первую мировую войну, в Польше находились немецкие гарнизоны. Однако в конце осени 1918 года правителем Польши стал маршал Юзеф Пилсусский, поставивший перед страной несколько амбициозных целей. Очистить страну от немецких оккупантов, противостоять большевизму, возродить былое польское величие и создать вторую Речь Посполитой в границах 1772 года, включить состав государства западной части Украины и Беларуси. Рекомендую заглянуть в мой телеграм-канал, где я и мои помощники каждый день выкладываем исторические мемы, фотографии, факты и прочее. Помимо этого, там я публикую информацию касательно новых видео. Ссылка будет в описании и закрепленном комментарии. С исторической точки зрения, польское национально-патриотическое движение зародилось в очень подходящий момент. И Россия, и Германия, и Австро-Венгрия были истощены мировой войной. К тому же, Версальский договор не определил границы Польши. Между тем, большевики тоже решили начать восстановление территориальной целостности государства и советизировать близлежащие страны – Беларусь, Украину и Польшу. Самой заветной и грандиозной целью советского руководства было установление коммунистического режима в Германии, где была свергнута монархия и установлена Веймарская республика. Польша же лежала между двумя державами, и к тому же Пелсусский был ярым противником большевизма и русского господства. Таким образом, к числу основных целей большевиков входило ликвидировать антисоветские группировки на Украине и Беларуси, установить свое влияние в Восточной Европе, не допустить расширения пределов Польши до границ 1772 года, устранить все возможные помехи советизации Германии. И Ленин, и европейские страны были готовы расширить территорию Польши, но предложенные границы были меньше границ Речи Восполитой, что не устраивало Пелсуцкого. Обострение отношений между двумя государствами достигло своего пика и привело к вооруженному конфликту. Польша начала массированное наступление на восток. Один за другим польская армия заняла Вильна, Пинск, Гродно, Минск. В ходе решительных действий польского командования была занята вся Галиция. Для того, чтобы продолжить продвижение в восточном направлении, Варшава должна была найти союзников. Ставку планировалось сделать на страны Антанты и дворовольческую армию Деникина. Но в обоих случаях польские предложения были приняты с большой осторожностью. Ни Деникин, ни западные державы не хотели, чтобы Польша слишком укрепилась, тем более за счет российских земель. Поэтому переговоры зашли в тупик. В свою очередь большевики не могли противостоять польскому напору, поскольку Красная армия должна была готовиться к большой опасности по ходу Деникина на Москву. Филсуцкий понимал, что победа Белого движения вряд ли принесет Польше независимость. Поэтому польский маршал решил занять выжидающую позицию. Поскольку, по его расчетам, дворовольческая армия была довольно слаба, нужно было просто дождаться ее разгрома красноармейцами, а уже потом нанести удар по истощенным борьбой с Деникиным большевикам. На протяжении 1919 года Пилсуцкий занимался подготовкой к новому наступлению. В результате разлада между белыми и украинцами был заключен военный союз против большевиков с украинским атаманом Симоном Васильевичем Петлюрой. При этом Петлюр был вынужден уступить полякам большие области Украины на западе. Также Пилсуцкий разработал стратегический план наступления на Украину и повторного похода на Беларусь. Большевики также провели организацию армии на западе страны. В рамках этих преобразований были созданы два фронта. Западный, которым командовал Михаил Николаевич Тукачевский, и юго-западный, возглавляемый Александром Ильичем Егоровым. На белорусском направлении поляки дошли до Березины, которая и была их изначальной целью. На украинском фронте в бой двинулись польские полки, а также армия атамана Петлюры. Основной ударной силой Пилсуцкого были познанские стрелки, то есть польские легионеры, которые во время оккупации служили в составе немецкой армии. Узнав о приближении поляков, в тылу красноармейцев подняли восстание жителей Галиции, желавшие добиться независимости Западной Украины. Эту тему разберем в следующем видео. Повстанцы рассчитывали, что Пилсуцкий поможет им изгнать большевиков и создать собственное государство. Но это в планы польского маршала не входило. Вышедших навстречу освободителям повстанцев сразу взяли в плен. Впрочем, польская армия, поддерживаемая местным населением и атаманами на территории большевиков, быстро двигалась вперед. Полякам удалось занять Киев и даже перебраться на левый берег Днепра. Одновременно с этим европейские государства несколько раз пытались вмешаться в ход событий и остановить гражданскую войну в России, а заодно и советско-польский конфликт. С этой целью к большевистскому и польскому правительствам несколько раз обращалась Великобритания. Долгое время обе стороны игнорировали послание английского министра иностранных дел Джорджа Натаниэла Керзана. Но в мае 1920 года нарком иностранных дел Георгий Васильевич Чичерин внезапно согласился принять британские условия, а именно прекратить наступление Красной Армии на Грузию и Армению, начать мирные переговоры с укрепившимся в Крыму Врангелем, начать при посредничестве Англии переговоры с Польшей о границах. Поляки упорно продолжали наступление, поскольку понимали, что Англия не будет настаивать на восстановлении Речи Посполитой в границах 1772 года. Не желали останавливаться и большевики. Они соблюли часть своих обязательств и действительно прекратили натиск на Крым и Кавказ только для того, чтобы перебросить самые боеспособные части Красной Армии на Запад. В конце весны 1920 года Красная Армия начала наступление на Украине. Особенно эффективно действовала конница Семена Михайловича Буденова, которая сумела вытеснить поляков из Киева и Житомира. Пока Буденов успешно продвигался вглубь Украины, Сухачевский начал наступление на Беларусь. Если украинцы поддерживали польскую армию и охотно вливались в ее ряды, то белорусское население было недовольно приходом поляков и встало на сторону Тухачевского. Пилсусскому пришлось стремительно отводить войска. В разгар польского бегства и продвижения Красной Армии вглубь Восточной Европы из Великобритании Ленину пришло еще одно послание Керзена. Английский министр снова настаивал на начале переговоров с Польшей. Также он предлагал провести демаркационную линию, по которой бы проходила граница между двумя государствами. Эта линия получила название Линия Керзена. Впрочем, на этот раз большевики желали довести войну до победного конца. Тухачевскому, Егорову, Буденову, а кроме этого и Иосифу Виссарионовичу Сталину, который также занимал одну из командующих должностей на Юго-Западном фронте, было приказано ускорить наступление. Пилсусский был вынужден покидать занятые рубежи и отступать к столице. Силы Егорова и Тухачевского стремительно двигались к Варшаве. В середине августа 1920 года началось сражение за Варшаву. Готовясь к удару, большевики недооценивали польскую армию и способности вражеской разведки. Поэтому часть Красной Армии двинулась не на столицу, а на другие города. В руки красноармейцев попал очень важный документ – подробный план польской контратаки. Однако Тухачевский решил, что эта бумага не более чем попытка дезинформировать его. В то же время польским разведчикам удалось выяснить точное время удара Западного фронта по столице. 14 и 15 августа поляки нанесли несколько успешных ударов по силам Тухачевского. Полякам даже удалось уничтожить радиостанцию, нарушив координированность действий фронта. 16 августа польская армия перешла в наступление. Пилсусскому удалось прорвать фронт и смять основные силы большевиков. Это событие вошло в историю как чудо на Висле. Та легкомысленность, с которой Тухачевский относился к Пилсусскому, обернулась для красного командира полным провалом. Армия стремительно отступала, теряя людей, технику и снаряжение. Около 200 тысяч красноармейцев попали в плен, где их поместили в польские концлагеря. Дипломат Чичерин обвинил поляков в убийстве 60 тысяч военно-пленных Красной армии, из которых польские историки и по сей день признают только 18-20 тысяч. В марте 1921 года был подписан Рижский мирный договор. По этому документу Польша передавались обширные территории. Граница устанавливалась на много восточнее линии Керзана. Большевики были принуждены выплатить Польше немалые репарации, а также долги царского правительства. РСФСР даже обязалась вернуть Польше все ценности, вывезенные оттуда после 1772 года. Однако в дальнейшем, после заключения пакта Молотова-Риббентропа и в ходе Тегеранской конференции, советскому правительству все-таки удалось добиться проведения границы точно по линии Керзана. Продолжение следует...